Новый год прошел, но выходные продолжаются, люди отдыхают. Готовы ли службы, ответственные за чистоту и порядок, к посленовогодней уборке? Мы дали им на это три дня, а 4 января проверили. Как говорится, мусор есть, а если найдем? И мы отправились искать по поселениям Щелковского района так называемый цветной мусор, то есть в идеале подлежащий сортировке и раздельной переработке, бутылки, картонные или пластиковые упаковки от фастфуда и прочие воспоминания о радостях бытия. Тем более снега не было и все на виду. Напомним, кто за что отвечает. За дворы управляющей компании, за территорию вдоль дорог дорожной организации, за магазины и рынки, соответственно, администрация этих торговых объектов. На мелочь, вроде перебежавшего нам дорогу в поселке Билл комбината полиэтиленового пакета, мы решили не размениваться. Оценивали окружающую действительность в целом на хорошо-плохо, чисто-грязно. Городское поселение Щелково. Прогулялись по дворам. В микрорайоне Бахчеванджи никакого непорядка не обнаружили. Все чисто, мусор убран. В Чкаловском в целом тоже сотрудники управляющих компаний работают. Если бы все так сознательно относились к своей работе, проблем бы не было. Жалоб тоже. Но нет. Вот, например, центр Щелково. 17-е дома на улице Комарова. Эту территорию обслуживает, мы выяснили, управляющая компания Квант. Точнее будет сказать, не обслуживает. Жителям бы задуматься, а ту ли организацию они выбрали управлять своими домами. Переменчивая погода этой зимы со знаком «минус» отразилась на дорогах. Настолько, что даже пришлось начать внеплановый зимний ямочный ремонт. Практически в негодность пришла проезжая часть улицы Первомайской в Щелкове. Особенно на участке от ручья Паныри до кругового движения на улице Комарова. Мы уже собрались выезжать из города в район, но не смогли не остановиться на улице Советской. На перехватывающей парковке около железнодорожной станции Щелково. Похоже, мусор здесь не новогодний. Его просто очень давно не убирали. Обычно здесь стоят автомашины, но в выходные практически пусто. Вот все безобразие и открылось. Да и сама площадь у станции выглядит не ахти. Мусор у торговых павильонов не убран, урны переполнены. И вот еще куда, похоже, давно не заглядывал экологический рейд «Свинья». Странно, потому что место это на виду у дороги вблизи нового микрорайона «Гагаринский». Непонятно, почему жители молчат. С балконов эту картину наверняка наблюдать неприятно. Очень много мусора с внешней стороны забора вокруг микрорайона «Чкаловский». А люди-то здесь почти не ходят, только машины ездят. Мы предположили, что отходы, возможно, бросают из-за забора. А вот и знаменитая урна на автобусной остановке у 12-й школы. Здесь и рейды «Свинья» проводились, и прочие проверки. А ВОЗ и ныне там. Может, стоит поставить контейнер побольше, раз люди все равно сюда мусор несут? В сельском поселении Анискинское видим, что уборка прошла. Мусор собран в мешки и ждет, когда его вывезут. Чисто вдоль дорог, чисто на контейнерных площадках. Даже в микрорайоне Анечково, откуда бывает очень много жалоб жителей на содержание территории, все в полном порядке. Городское поселение Свердловский порадовало своей чистотой. Но оказалось это только на первый взгляд. Едва закончился центр поселка и начался частный сектор, пожалуйста. Территория около дома Центральная, 18. Но даже не это заставило нас на Свердловке задержаться. Новый многоэтажный микрорайон Лукиноварина. Смотрите, какое ноу-хау. Мешки для мусора повесили прямо на заборе. И это была бы хорошая идея. Вот только, собственно, бытовые отходы лежат прямо под ними, на земле. И в очень большом количестве. Так можно идти километр. Удивило городское поселение Монина. Сам городок авиаторов убран, опрятен, как и положено военному. Чистые улицы, чистые торговые объекты, чистая даже площадь у рынка. Везде порядок, кроме территории около администрации поселения. И ведь не где-то в кустах, во дворе, а прямо на виду валяется цветной мусор. Одно хорошо, видя это, сознательные родители воспитывают сознательность в детях. Нам неприятно, мы уже обсудили с сыном, что нам неприятно. Сын тоже не понравился тебе мусор? Можно на землю бросать мусор? Нет! Умничка! Спасибо большое! Медвежье озера, Фрянова, Гребнево. В этих поселениях все отлично. Ни за какую картонку, бутылку на земле взгляд не зацепился. Загорянка, Огуднево тоже в целом порядок. Разве что магазин известной торговой сети примагнитил к себе на территорию некоторое количество отходов. Очень опрятным выглядит центр сельского поселения Трубинское, поселок Литвинова. Чисто на улицах, на остановках общественного транспорта, в сквере тоже все убрано. Но вот что мы нашли у дороги в окрестностях Литвинова. Настоящая свалка мусора и преимущественно небытового. Скорее всего строительный, хотя мало ли что может быть в этих мешках. И находится это все в прямой видимости от печально знаменитого недостроя Литвинова-сити. Можно предположить, что и связь между ними прямая. Значит, хозяина искать и искать. В общем, мы запомнили, в каких местах увидели больше всего мусора. После праздничных выходных проверим, навели там порядок. Или требуется более строгая проверка, чем выезд съемочной группы Щелковского телевидения. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Валерий Жеглей, телерадиокомпания Щелкова.